Друзья, всем привет! Вы на канале СтройГарант Анапа. Меня зовут Дмитрий. Я являюсь специалистом проектно-технического отдела. Здесь, на КБ Морской, я нахожусь с целью осмотра дома для дальнейшей его подготовки к сдаче. Предлагаю вместе с вами осмотреть дом, увидеть его плюсы, естественно, ну, какие-то, может быть, недочеты, которые прорабу следует исправить. Давайте проследуем на адрес. На входе в дом нас встречает упорный элемент с резиновой такой проставочкой. Это сделано для того, чтобы, когда клиенты, будущие покупатели будут входить в свой дом и открывать дверь, для того, чтобы они не повредили ограждение из металлической трубы квадратного сечения. Далее на самом дверном полотне присутствует у нас такой определенный элемент, который позволяет застегнуть дверь. Допустим, если вам стало жарко, либо вы хотите занести какие-то вещи сюда, кровати, матрасы, диваны, фортепиано, допустим, то вы просто защелкиваете эту дверь, и никакой сквозняк, ни ветер ничего с ней не сделает. Очень удобно. Если вы еще обратите внимание, у нас есть ограждение с элементами декоративной ковки. Здесь у нас присутствуют такие же декоративные элементы, как металлические, их, по-моему, называют металлические балясины, которые тоже создают и эстетику, и в то же время защищают само бетонное основание ступеней от влаги. В прихожей на входе нас встречает, естественно, щиток с автоматами, радиаторы трехсекционные, естественно, задвижки на радиаторе, двухклавишный выключатель, одна клавиша для того, чтобы свет горел в прихожей, вторая клавиша для того, чтобы под козырьком тоже у нас была лампочка, и чтобы у нас здесь было светло. Естественно, плитка, естественно, теплые полы, и дополнительная розеточка для каких-то ваших технических нужд, если вы захотите здесь чем-то воспользоваться. В связи с тем, что дом достаточно небольшой площади, эта площадь составляет около 106 квадратных метров, наши санузлы не могут порадовать нас какой-то большими размерами. Встает вопрос, куда расположить стиральную машину. В данном проекте было применено решение расположения стиральной машины под лестницей. Вы можете увидеть. В данном месте у нас розеточку, и там в дальнейшем, вот, если мы камеру подведем, можно будет видеть выводы для холодной воды и для вывода канализации для слива воды. Кстати, напишите, насколько это вам кажется интересным, удобным и практичным такое решение. Ну, дополнительно еще под лестницей у нас, естественно, находится радиаторная батарея, для того, чтобы здесь всегда было тепло, сухо. При таких скромных размерах санузла нас встречает довольно большое окно, двухстворчатое. Оно с матовым покрытием, для того, чтобы свет попадал, у нас с улицы не было видно. Еще прошу обратить внимание, в данном проекте было применено решение подсветки, вывода для подсветки зеркала. Это наше стандартное решение. Ну, дополнительно здесь еще установили выключатель, для того, чтобы вы могли включать и выключать свет дополнительно с клавиши. Практически все наши стандартные проекты имеют совмещенные к кухне-гостиной. Этот проект не является исключением. Сейчас мы находимся в гостиной. С левой стороны относительно меня мы увидим выводы для подключения телевизионной зоны. Здесь у нас радиаторная батарея. Сзади меня обои, которые под покраску с дополнительным покрытием лаком. Напольное покрытие ламинат, плинтуса, порожки и все прочее. Предположу, что во время отделочных работ кто-то из бригады облокотился на эту радиаторную батарею, в результате чего кронштейн был смещен вниз, и мы наблюдаем с вами небольшой люфт батареи. Это все устранимо. Нужно взять этот кронштейн, его будет механическим способом подтянуть немного вверх, и проблема будет решена. Предлагаю к осмотру техническую составляющую нашего дома. Это гребенка теплого пола с насосом, и дополнительная розетка для его подключения. Также газовый котел со всеми выводами. И, собственно говоря, труба газовая тоже с двумя выводами. Предположу, что данный вывод предусмотрен для подключения варочной поверхности. Этот вывод уже подключили к газовой трубе. Внимательный зритель обнаружит, что данный котел подключен, вывод кабеля не устроен напрямую в стене, имеет определенный запас по длине. Было принято решение сделать небольшой запас по кабелю, для того, чтобы клиент, устанавливая шкаф, не думал о том, какое место ему расположить розетку, для того, чтобы у него было определенное расстояние. Мы находимся с вами на втором этаже. Это комната жилая. Потолки выполнены нестандартным способом. Здесь гипсокартон. По гипсокартону у нас шпаклевка и обои. За гипсокартоном металлокаркас, к которому он крепится к кровле. Естественно, плинтуса, обои здесь уже не под покраску, а наши самые классические. Ламинат на полу, зона прикроватных тумбочек, она оснащена розетками, зона ТВ, радиаторная батарея, ну и все по классике. Мы с вами находимся в санузле второго этажа. Для отделки части скоса кровли мы используем плитку, которая клеится к гипсокартону. На потолке у нас панели ПВХ. Все углы санузлов, что на первом, что на втором этаже, монтаж плитки на углы осуществляется при помощи резки плитки под 45 градусов. Никаких уголков, никаких накладок. Все красиво, стильно, современно. Ну что ж, друзья, наш обзор дома подошел к концу. Мы увидели разнообразные решения, которые применялись в этом доме. Были на ваш вкус, я думаю, что-то вам понравилось, что не понравилось. Вот эти все моменты предлагаю обсудить в комментариях. Пишите, что бы вы хотели изменить или добавить. Ну а с вами был я, Дмитрий. Подписывайтесь на наш канал. Всем добра! Субтитры подогнал «Симон»!